Здравствуйте, меня зовут Белкин Андрей. Я хочу поделиться своей работой, работой над созданием системы, позволяющей моделировать некоторые процессы, протекающие в нервной системе. Частичная система воплощена в программе, созданной на игровом движке Unity 3D. Это своего рода нити-симулятор нервной системы, позволяющий моделировать не только простые рефлексы, но и демонстрировать различные явления нервной системы, такие как привыкание, сенсибилизация, образование условных рефлексов, а также эмулировать временную и многовременную память, ее консолидацию, эмоции и эмоциональное поведение. Планируется серия из 7 видеороликов. Первые три ролика посвящены основам системы, главным элементам системы нейроэлементов. Нейроэлемент – это логическая единица нервной системы, ненамерно избегая названия нейрон или искусственного нейрон, потому что нейроэлемент – это не всегда символизирует собой. Биологический нейрон может являться в некоторых случаях аналогом в некоторой части биологические нейроны, а в некоторых случаях и группой нейронов. Но основой, конечно же, для нейроэлемента является биологический нейрон. С теми можно выделить три основных вида нейроэлементов. Простой сумматор, модулированный нейроэлемент и ассоциативный нейроэлемент. Нейроэлементы разделены по сложности. Каждый последующий нейроэлемент обладает дополнительным рядом свойств. Такое же разделение позволяет лучше понять принцип работы системы и на простых примерах использовать простые нейроэлементы. Самый простой нейроэлемент – это простой сумматор. Это некоторый нейроэлемент, имеющий входы и выходы. Причем в системе существует несколько типов связи. Во-первых, это сигнал от рецепторов. Рецепторы в системе представлены блоком индикаторов из 12 штук, каждый из которых символизирует свою клавишу на клавиатуре. Рецепторы работают в реальном времени, то есть как настоящие рецепторы, такие своеобразные рецепторы и кнопки. Во-вторых, нейроэлементы связаны между собой посредством синапс. Синапсы бывают трех типов. Синапсы прямого действия. Аналогом является синапсы сионотропными рецепторами. Синапсы модулирующего действия. Аналогом биологии являются метаботропные синапсы и контактные синапсы, эфапсы. Эти синапсы имеют аналоги в биологической нервной системе. Синапсы прямого действия характеризуются своей силой, которая представлена в системе как реальное число. Знак этого числа указывает, какой синапс оказывает действие, тормозящий или побудительное. Все сигналы обрабатываются в реальном времени и могут поступать в нейроэлементы независимо друг от друга, как это происходит в биологическом нейронике. Прежде всего, сигналы синапсов прямого действия поступают на субматор. Субматор можно представить следующим образом. Он подымен к сосуду, в котором собираются все порции медиатора. Но при выделении нейромедиатора в синаптическую щель в биологической нервной системе происходит его непрерывная трата. Нейромедиатор в синаптической щели разрушается специальным ферментом. Он может поглотиться обратно синапсом или выйти за пределы синаптической щели. Поэтому в нашем сосуде имеется отверстие, благодаря которому происходит постоянное уменьшение общей массы нейромедиатора. Параметр D характеризует скорость снижения модуля общей суммы. Если общая масса нейромедиатора превысит определенный порог, то происходит активация нейроэлемента. Но если порции нейромедиатора окажутся меньше порога, то со временем его уровень может упасть до нуля и никакой активации не произойдет. Для синапса прямого действия существует два типа – побудительные и тормозящие. В системе это определяется знаком силы синапса. И действия различных по знаку синапса взаимонейтрализуются. Общая сумма в сумматре может быть и отрицательной. Тогда будет происходить ее повышение до нуля с установленной скоростью. При активации нейроэлемента он входит в состояние активности, в котором он перестает отвечать на внешние сигналы. И через определенную временную задержку активизирует все свои исходящие синапсы. Далее, подобно биологическому нейрону, в нейроэлементе происходит временная задержка для восстановления. В этот период времени нейроэлемент не отвечает на внешний раздражитель. Сигнал «Контактные синапсы» активирует нейроэлемент, если он не находится в активном состоянии или в периоде восстановления. Можно сказать, что сигнал от контактных синапсов активирует нейроэлемент, если это возможно в данный момент, иначе игнорируется. Давайте рассмотрим, как это реализовано в программе. В настройках простого сумматора можно увидеть максимальное значение сумматора. Это, так скажем, емкость того самого сосуда. Демпфер – это скорость, с которой происходит уменьшение по модулю суммы в сумматоре. Здесь указано единица. Это значит, что каждую сотую секунду сумма в сумматоре будет по модулю уменьшаться на единицу. Верхний порог – это значение, при котором будет происходить активация нейроэлемента, если в сумматоре общая сумма будет превышать это значение. Время ответа – это то время, по истечении которого после активации нейроэлемент будет передавать сигнал дальше. И время отдыха – это то время, которое нейроэлемент еще некоторое время будет игнорировать входящие сигналы после передачи сигнала. Настройка силы синапсов. То есть мы можем выбрать тип синапса, указать его значение. Описанная концепция позволяет нам моделировать простые рефлексы. Давайте рассмотрим на примере самого простого рефлексы – коленного рефлекса. Коленный рефлекс состоит всего из трех нейронов. Во-первых, это рецепторный нейрон, который связан с рецептором сухожилия. Вставочный нейрон и моторный нейрон, который активизирует сокращение мышцы разгибателя. Действие 1 будет обозначать сокращение мышцы разгибателя. Как вы видите, все довольно-таки просто и наглядно. Следующий пример – это пример с торможением. Нейрон, связанный с рецептором E, будет оказывать тормозящее действие на данный вставочный нейроэлемент. Как вы видите, активация действия 1 возможна только в случае активации рецептора R. Но когда происходит совместная активация R и R, никакого действия не происходит. Также пример конкуренции рефлексов, как это описано в учебниках Сеченова. То есть, два рефлекса могут независимо, свободно выполняться друг от друга. Но как только эти рефлексы активизируются одновременно, то происходит и взаимное подавление. И рефлекторный ответ может не произойти или произойти довольно-таки нечеткий ответ. Единичные импульсы для нервной системы – это редкость. В большинстве случаев сигнал от рецепторов представляет собой ряд импульсов. Причем по этой сильности этих импульсов можно говорить о степени воздействия на рецептор. Чем чаще воспроизводятся импульсы, тем сильнее воздействие, оказанное на рецепторы. Сильнее давление, если это рецептор давления. Выше температура, если это рецептор температуры. И так далее. Одно из наблюдаемых явлений системы – это трансформация ритма возбуждения. Изменение частоты нервных импульсов при прохождении через нервный центр. С помощью нейроэлемента возможно увеличить частоту нервных импульсов. В случае, когда уровень разового воздействия на нейроэлемент значительно выше, чем его порог активации. И нейроэлемент успевает несколько раз сработать прежде, чем значение сумматера снизится до уровня ниже, чем порог. Снижение частоты пульсации нервных импульсов осуществляется благодаря увеличению времени отдыха нейроэлемента. Как отмечалось ранее, во время отдыха нейроэлемент не отвечает на внешние сигналы. Представленная модель нейроэлемента позволяет объяснить, как происходит временная и пространственная ассуммация биологической нейронии. Временная ассуммация проявляется в том, что ряд подпороговых импульсов от одного синапса, если эти импульсы проходят достаточно часто, могут привести к активации нейронов. Это происходит из-за того, что скорость уменьшения суммы воздействия может оказаться меньше, чем скорость пополнения этой суммы. В биологических нейронах существует явление, которое указывает на то, что ассуммация имеет не только временный, но и пространственный характер. Даже если сумма подпороговых сигналов превышает порог, но эти сигналы поступают на синусы, расположенные на достаточном расстоянии друг от друга, то активации может не произойти. Такое явление можно смоделировать, используя несколько нейроэлементов. К примеру, каждому отдельному нейроэлементу может соответствовать свой дендрит. Данные нейроэлементы могут быть связаны с центральным с помощью контакта синапсов. С простым сумматором это все. В следующей части я расскажу про модулируемый нейроэлемент, который серьезно расширяет возможности системы. Спасибо.